Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен заказу на счет бисера. Бисером я стала заниматься с 7 лет. В 15 лет заняла какое-то там место в конкурсе детском. И сейчас я сначала, пожалуй, покажу вам книжечки, с которых я начинала. В общем, мне дедушка делал по этой книжке станок. Станок я, если кому интересно, могу просто обозреть отдельно. Тут из журнала Делай сам. За, кажется, февраль 2092 года. Извиняюсь, я все пытаюсь. Это даже не февраль, это апрель, а июнь. В общем, где-то летом я начала заниматься бисером. Ну, как обычно в деревне. Там времени немного и тому подобное. Детство мы, соответственно, летом проводили в деревне. Тут он немножко порвался. Тут я даже нашла листик с какими-то своими пометками. Вот, я думаю, его видно. Да, и видео я сейчас снимаю на штативе. Это, так сказать, до этого был тест-драйв. Но получилось так, что, как обычно, когда вы что-то снимаете, кто-нибудь обязательно явится. Тут в моем случае приперлась соседка, которой на какой-то хрен понадобилось, не знаю что. Ну, да благословит ее, в общем, кто-нибудь. Я не знаю, надо было, наверное, заранее найти. Вот так примерно выглядел, должен был выглядеть этот станочек. Ну, вот он примерно так выглядит. Дедушка его делал. В общем, вот так вот, пока на как это можно было на нем сварганить. В общем, это была первая книжка. Вторую мне подарила мама. В общем, в 98-м году это бисер. Тут тоже какие-то листочки. Тут, в общем, листочки всякие из календарей. Ну, просто всякие вариации, что, как можно сделать из бисер. Довольно интересная книжка. Если кому интересно, я могу сделать просто отдельный обзор потом этой книжки. В общем, бисер, плетение и вышивка. Еще потом мне уже она подарила книжку в 99-м году на день рождения. Или на Новый год, я уже точно не помню. Но бисер вот такая вот. И я даже пыталась оплести яйцо. Мне где-то оно валяло. Дедушка делала из дерева и из пенопласта. Но я что-то к данному обзору такое не нашла. Потом, сейчас покажу. Это вот первое жерелье, которое я самостоятельно сделала. Но я, правда, не носила. Делала я его где-то, в общем, ну, наверное, лет 8-9. Цвет не совсем передает. Эти бусины, это голубые и ближе к фиолетовому, такие блестящие. Мы, помню, с мамой поехали в Ярик по врачам, как обычно. И зашли в один магазин, который сейчас уже, не знаю, по-моему, не существует. Там рядом с площадью труда. И я там купила огромный пакет вот этого бисера, который не голубой. И у меня много чего было. Делала на заказ там по 30 рублей. И вот буквально там 15 рублей пакетик бисера. Ну, и, соответственно, себе что-то такое на шоколадку, да. В общем, вот такой вот. Это вот первое. Мамя что-то плела. Возможно, где-то еще что-то осталось. Но я просто не помню. Или я плохо искала. Еще просто делала уклон на книжечки. В общем, потом мы как-то с ней зашли в книжный, который у нас там в Угличе на победе. И там на оборотке был конкурс. Объявление о конкурсе. Я сейчас не знаю, найду, есть оно тут, нет. Да, вот оно. Вот этот вот конкурс. Ну, и, соответственно, мама предложила мне послать одну из моих феник. Так, фотку ее надо было послать. И как делать. И в результате, в общем, я получила. Я потом много получала. У меня еще где-то есть такая книжка Стеклярус. И еще какая-то книжка вот из этой же серии Корон... Председательства Питерского Коронопринт. Еще с каким-то бисером. Ну, в общем, если вам действительно просто чисто, если интересно, сделаю просто отдельный обзор. Потому что это, мне кажется, будет довольно долго. Ну, в общем, первая книжка. В общем, мне приходит такое, что вот как вот видно немножко, что это письмо, да. И в этой книжке меня нет. Но она мне приходит как победителю конкурса. Там еще были такие грамотки. Они у меня где-то лежат, что вот вы там, ты дорогой друг, бла-бла-бла. И вот в этой книжечке я вот уже появилась со своей феникой. Ну, было, знаете, приятно. Первая победа. Вроде как это так, ребенком будучи. Сейчас я попытаюсь ее найти. И меня, не знаю, я не помню, или я тогда посылала, или мне эта феникка все-таки где-то сохранилась. С сердечком. Вот она. Ну, я тут подписала, это я. Ну, что, я такая мелкая была. В общем, это был 99-й год. И, соответственно, мне, ну, в общем, это еще было при маме, и мне было там 15 лет, в принципе. Вот такое вот. И сейчас я просто немножко покажу, что в видео будет подозревать шиват, потому что у меня почему-то батарея стала плохо держать заряд. В чем дело, не знаю, или с батареей свяной, или с аккумулятором, точнее, подзарядным устройством. Вот у меня такая фенька. Но тут просто не хватает чего-нибудь. Вот можно там приделать какие-нибудь застежки. Вообще, я делала еще в основном еще цветы всякие. И сначала я начала делать цветы в основном. Но у нас в городе такие, как обычно, сделай от Лёля, а потом фиг докажи, что ты не верблюд. Я, в принципе, на это не обижаюсь. Вот у меня очень много ушло в подарок, очень много ушло на заказ. Ну и не будем о грустном. Просто покажу, что у меня есть. Тоже цвет не очень передает. Это вот немножко другой, но тоже фиолетовый бисер. Я не настроила, делала тест-драйд для этого. И у меня не совсем понравилось качество записи, в смысле по цвету. Поэтому я сейчас взяла просто запись, функция для Ютуба. А тут, соответственно, где-то на 8 минут оно. Хоть и флешка на 16 гигов. Потом вот тут ромашечка такая. Ну, оно все в букетике стояло. И вот, не поверите, я благодаря тому запросу, и сейчас вот я достала, тут расправляю как-то это все. Тоже цветочек какой-то неведомый. Все самые первые цветочки, надеюсь, он у меня еще сохранился, который я ввязала, и я сейчас его постараюсь показать. Вообще, это вот все в таком кувшничке стоит. Тут я тоже что-то пыталась на станке делать, но так как, в общем, не совсем правильно делала, и в результате вот эти ниточки, как их убирать. Ну, у меня есть что-то, много чего, что я тогда начинала и так и не доделала. И нашла вообще кучу бисерок, которые мне еще даже Ксюшка просила на заказ, что-то ей, но так руки мне не дошли. Сейчас я попытаюсь показать немножко. Вот так вот. В общем, вот. Вот здесь у меня, я, кстати, нашла, это гринмамовские подвески, которые в подарок находили. Я куда-то снова и забыла. Оказалось, что они у меня вот в этом сундучке. Сундучок, кажется, все-таки покупной. Другой сундучок делал дедушка. И тут это сундучок еще мамин. Тут какие-то... Кажется, это вообще Иден тут, из Санты-Барбары. Наклейки какие-то. Наклейка уже моя, там, не знаю, времен детства. Вот здесь очень много-много-много всякого бисера. Я думаю, это не столь важно, не столь интересно. Есть вот что-то такое, что я делала. Оно было подвеской. И оно немножко развалилось. Я его тогда пыталась заделать, переобновить. Но у меня что-то, как обычно, то ли руки не дошли, то ли еще что-то. Вот оно у меня разрывается тут. Это была тоже такая вот... В общем, носила. Я вот ее носила в школу, я помню. Потом заделаю. Это что-то я плела сама. Несколько это. В общем, из того, что осталось, остатки были роскоши. Это не станок, это просто вот фенка. И она тогда еще одевалась на руку. Сейчас я не знаю, оденется или нет. И бисер слегка уже потемнел. Тут какие-то бусины прозрачные белые были, помимо голубых. Ну и разноцветных таких. Так, вот сейчас я все-таки достану этот самый первый цветок. Цветик, семицветик. Так, надеюсь. А может и не достану. В общем, может быть, у меня его уже кто-нибудь забрал или забрал или я подарила. Вот такой я плела. Это тоже как раз от того бисера, которого много было. Вот тут еще цветочек такой. Потом я их просто сплетала, как вот тут, ну, вообще проволока эта медная. Большая часть медной проволоки пошла, которая вообще вот у нас, мы пчеловодцем занимаемся, семья наша с 1929 года. Ну и часть такой лески, точнее проволоки, она используется в рамках. Аккумулятор у меня зарядился. Я надеюсь, теперь все нормально пройдет. Никаких соседей и никто-нибудь еще не придет и не позвонит. Возможно, будет слышно фоном соседей из окна. Возможно, будет слышно фоном, как гудит мой компьютер. В общем, остановилась я на том, что у нас были пчелки, ну, то бишь, они сейчас есть. И в основном вот цветы я все делала на тонкой проволоке медной, из ту, которую мы обычно натягиваем на рамке. И еще есть некоторые цветочки, такие из мягкой проволоки, из более тонкой, и форму они не держат. Тоже их покажу. В общем, это вот веточка такая. Тут, видимо, это были когда-то незабудки. Тут что-то такое. В общем, такой цветочек. Я тут их уже попыталась разобрать. Кажется, все-таки тот семицветик, не совсем семицветик, он у меня еще живой. Если, конечно, я все же не спуталась с каким-то другим цветочком, потому что мне кажется, что у меня еще какой-то был такой интересный. Но обычно приходили какие-нибудь родственники, подружки, которым что-то нравилось, но они просили мне как-то это. Вроде я от этого не умру, если у меня это что-то возьмут. Но я, соответственно, дарила. Вот тут какие-то цветы такие. Тут даже я нашла одну, я подозреваю, что это венерин башмачок, потому что очень похож. Сейчас бы только его еще обнаружить. А вот он как раз. Вот. Я думаю, надо было, конечно, может режим подставить на цветы или на еду, чтобы такое сильно передало. Но сейчас вот именно он передает вот этот вот цвет этого цветочка по цвету бисера. Тут у меня еще есть такая браслетик, но он, я его не доделала. Вообще вот эта штучка была, там я Ксюха делала из пластики, но она недолго прожила, и я одну штучку просто приделала сюда как подвесочку. Здесь, если добавить замочек, то вполне можно сделать браслетиком. Вот он сейчас вот именно так и надо передает цвет. Так. Сейчас буду просто брать, что под руку попадется. Это вот как раз то самое из той мягкой проволоки, которая не очень держит форму. Что это за цветы? Фиг поймешь. В общем, тут маленький такой бутончик и 20 таких цветочков. Так. Еще у меня тут что-то такое синее. Это из, вообще там, из какой-то, не знаю, салонка, по-моему, была, и я обычно какие-то маленькие бутылочки такие из-под духов, и еще чего-то делала, вот такие маленькие вазочки миниатюрные, забивала их, оплетала их чуть-чуть, и привела туда цветушки, вставляла, и там дарили просто подружкам и сестрам что-то такое, ну, или кому-то на заказ. Так она мелкая была. Сейчас я, конечно, тоже могу заняться этим, но я очень ленивая, и мне надо или сильно меня подопнуть, или как-то вот словить такое вдохновение, как вот сейчас. Вообще, и там, я два дня вот думала над этим, как-то лучше заснять. Наверное, все-таки это вот один из первых цветов. Вот тут самый первый. Ну, я его так называю семицветик, он, конечно, не семицветик, но это первый цветок. И вот тут еще такое что-то весеннее. Я вообще по цветам, по названиям не очень запоминаю, но, может, кто-нибудь что-то опознает. Ну, соответственно, они, конечно, тут два места я их скрестила. Так, что тут у нас такое черное? Наверное, это был какой-нибудь тюльпан. Я его тут распустила. Так, вообще, наверное, было все-таки фон тоже немножко другой делать, потому что я сейчас смотрю, не очень понимаю, где у меня, что беру наобум. Это веточка, как бы, красной рябины. Помню, что у меня где-то есть еще две украшалки. Возможно, они именно вот в той коробочке, где у меня серебро, потому что я помню, что у меня было две брошки. Не помню, показывала я их в обзоре своей, своего этого, своих украшений или нет. Это, по-моему, или ящерица, или крокодил. Вообще, у меня было, таких я много очень делала, но вот это, сейчас вот реально остатки былой роскоши, потому что, если, в принципе, вам интересно, ВКонтакте есть альбом с этим всем бисером, и если он все-таки мне не совсем в открытом доступе, то напишите в комментах, я просто сделаю открытый доступ к нему, не OnlyFriend. И там вот были там стрекоза, еще что-то, в общем, ну, последнее, что у меня там, пока, я Аксюхе дарила стрекозу. Тут какой-то неведомый цветок. Это, наверное, или ящерица, или еще кто-то. Да, наверное, зеленый, это низ. Да, тут даже глаза есть. Стул, возможно, скрипит, потому что я на нем сижу. Так, вот это тоже из мягкой проволоки, поэтому оно так, ну, не очень держит форму, в смысле, ну, конечно, держит, но, если, допустим, его поставить, то оно, наверное, будет какое-то время перевешивать. Кстати, он мне нравится. Я даже не знала, что у меня такой цветок есть имени меня. Сам себя не похвалишь, да? А это вот как раз вот к тому, наверное, я не знаю, что это за цветок с четырьмя лепесточками, но он был у меня рядом с черненьким. Тут у меня есть фенька, одна из первых на станке сделанная, я ее долго носила, я даже с ней ездила, помню, в Питер, когда мелкая была в 96-м году и еще потом уже с роднёй, когда, в 2002-м. как раз, когда там Глебась тусовал, но я с ним еще не была знакома. Ну, в смысле читать, я про него читала в журнальчиках всяких, но как-то не загонялась тогда всякими детками, но и сыграющими. Это вот бусинка, это еще с момента, когда у меня папашка был ювелиром на нашем этом заводе часовом. Вот такие вот типа бусики. В принципе, их можно поносить, я думаю, летом или куда-то на выход, я что-то просто элементарно забыла, что у меня такое есть действо. Так, это у нас какое-то гусеница, вообще помню, было две гусеницы, гусеница, держащая сердечко. Тут, ну, я, насколько помню, оно просто развалилось на две части, я его так и потом хотела доплести, сплести, сремонтировать, но что-то у меня руки не дошли. Сейчас я, что первое под руку попало, да? Это тоже вот тут два цветочка таких. Это виноградик. Вообще, я первый, помню, сделала методом тыка, как-то у меня все запуталось, и я просто доплела листочки. Ветка черного виноградика. Можно приделать на какую-нибудь там фигнюшку и сделать брошку. А это у нас, кажется, смородина. Ну, листик, правда, я не доплела. Лентяйка такая-сякая. Тут у меня, кстати, здесь, кажется, два комара или что-то такое, или клоп. Вот тут, кажется, или муха, или пчела, что-то такое. Корзиночкой у меня был цветочек, но цветочек, по-моему, уже или кому-то отдался, или кому-то отдался. Зеленый ложь, комар, не знаю. Наверное, это какой-нибудь клоп. Да, а то у меня цветом музыка. У нас перебой напряжения в доме, как мы поняли, и у меня мои три лампочки иногда становятся двумя. Так-с, вот как раз эта вторая часть. Вот это вот как раз на шелковых нитках я плела с помощью иголочки маленькой. И вот как раз пришел тот самый комар. Комар из жемчужин из жемчужин жинок маленьких из бусинок под жемчуг. Комар, комар, сейчас положила на телефон, если вдруг кто позвонит, то комар слетит. В общем, вот такой вот ажурный. Типа воротник-то был золотыми под золотом, в общем, и под жемчуг бусинками. Очень нежный такой он у меня получился. Я понимаю, что сам себе не похвалишь. Никто не похвалит, да? Ну, в общем, если так вот я вдруг соберусь, то можно заделать и кому-нибудь подарить или самой носить. Так, что у нас тут еще? О, да, пошли феньки на станке сделанные. Ну, естественно, Лелечка. А дальше будет, о, сейчас Леля будет стрём такой. Я ездила как раз ко мне в 2002, когда мы с тетей и сестрой были в Питере, там ко мне какой-то мужик металлический докопался. но суть конечно не в этом, но там у меня просто на мне было такие подобные феньки. Ну, тут я это, себя типа. Ну, или если есть какая Ольга желающая такое носить, то могу презентовать. Типа поменяшка или еще что-нибудь такое. Так, это у нас да, вот этот самый стрём. Я люблю металлику. Ну, да, я люблю металлику. что ты делаешь? Тут чуть-чуть уже вот распустилась. Тут на нитках, но я в основном на нитках делала, иногда на лёстке. На станке если. И этот вариант с Битлз. Как же без них? Я тут как раз когда доперевела не помню какую главу из своих проектов, мне очень хотелось есть. Досталось там 5, а красавицу кажется. Осталось 5,5 страниц есть хочу, думаю, то ли мне поесть или перевести, а я уже много раз отвлекалась, то ли перевести. И вот потом я сидела, у меня в голове крутилось такое жрать, 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 жрать. На мотив Битловской какой-то песни катца лаф-лаф-лаф-лаф или что-то такое. В общем, я не знаю что это, уже не помню, может это огромная муха, шершень там какой-нибудь. Да, вот кстати, та самая первая фенька, я помню точно посылала фотку, ну и как это делается. Ну и вот это сама фенька на ниточках. так, что у нас тут осталось? У нас тут остался, судя по тому, что мне ничего по-другому не попадает, это сундучок, который дедушка специально делал. Я возможно сейчас попробую как-нибудь тут отвинтить бантик и приподнять еще раз эту штативку. Очень классный штативчик. Хоть мне какой-то неизвестный дядя его и обхайл вконтакте тут же как я запостила фотки. Ну, в общем, тут у меня в основном это, ну, какой-то вот, это я уже показывала, тут всякие, даже не помню, у меня, оказывается, тут всякие миниатюрки, остатки уже это от Фарашевской натюрели, там, видимо, когда-то хотела всякие цветочки еще доделать, и вот обычно крышечку снимаешь и в баночку ставишь. Тут вот как раз от той самой, сейчас скажу, кто это у нас был, думая от себе это как раз от Мэри Кэй, аромат, который похож на воду любви от Ифраше, сейчас заодно узнаем, что это, а, роза Абсолют, она, по-моему, уже снятая, в основном тут бисер, вот такое блюдечко, из него удобно брать тут бисер, потом еще какая-то какие-то духи когда-то были, тут какие-то бусинки в основном, бисеринки, вот, кстати, как выглядит, вообще, у меня большая катушка есть, с тонкой проволокой, и вот со средней проволокой медной, вот как раз такая вот медная проволока, ее натягивают, на нее, натягивают на рамки, на рамки натягивают вощину, и потом специальные фиговины прокатывают, вот из нее хорошо делать такие вот цветы, там, или еще что-то такое, там, деревья такие, ну, короче, бисерные такие украшения, вот тут у меня нитки зеленые, как раз, в общем, я туда дальше не лазала, но тут в основном бисер, что-то я делала, тут леночка еще какая-то, но тут тоже, в общем, бисер, вот в том судочке, который до этого показывала, там его как-то побольше, этого бисера, просто я когда сегодня утро убирала, то я решила, что пусть лучше там, он лежит где-то, большая часть, ну и заодно у меня поместилось там, благодаря тому, что я, гринмамовские вот эти подвески, ой, это, да, это подвеска, это я пыталась что-то с ней просто сделать, насколько я помню, хотела, оказывается, сделать из них вот отдельные феньки, потом я их сплетала, эти все подвески отдельно, у меня что-то вроде как и получилось фенькой, потом я их тупо завязала, вот таким вот скопом, хотела даже распустить, сделать просто, ну бусинки взять, потому что где-то есть деревянные бусинки, а нет, это по-моему так она и была, это не мое производство, это такая досталась, где-то были деревянные бусинки, а где-то вот именно вот поделочные, там кошачий глаз, даже беру завод есть, у меня на флешке, ой, что-то упало, 8 гиговый, да, вот она упала, есть вот такая, сердечко из бережи, ну в общем, я думаю, может как-нибудь займусь, что-то такое себе с фарганью, тут даже есть это чешское стекло, еще что-то такое, чем-то раньше в Гринмаме давали в подарок за закласс, оплаченный Яндексом, ну или заменяли на крем, но такой сундучок мне делать, дедушка специально под бисер, я думаю, кто смотрел у меня видео со шкатулками, и так там обзор комнаты, или еще что-то, полочки, то скорее всего заметил, я люблю всякие такие сундучки, в общем, это мы сейчас пока убираем, это тоже была подвеска, но там что-то у меня не сложилось, в общем, я ее хотела доделать, и заново там на нее что-то повесить, но в результате вот тут видим, в каком у нас состоянии, возможно, когда-нибудь я и приведу божеский вид, тут у меня еще было жерелье из стекляруса, и бисера, но как я сегодня поняла, оно тоже немножко, сейчас я постараюсь подвинуть штативчик, точнее камеру на нем, да, штативчик у меня этот такой 3D-шный, ну и я сюда просто положила на блюдечко, в общем, вот такое вот у меня было, я его не доделала, но оно должно было быть вот так вот на шее, вот как у меня до этого там была одна украшалка, в начале видео, потом, это у нас какой-то червяк, или недозмея, ну что-то такое, дракончик, дракончика, кстати, с недозмеей, я думаю, увидели кто, где делала обзор полочки, как раз кажется, по просьбе лапки 90, тут у него одно крылышко уже немножко того, ну и он в основном у меня из, из тонкой медной проволоки и частично лёвки, так, сейчас буду потом собирать эти запчасти, вот это как раз вторая основная часть стеклярусного этого ожерелья, на он уже собираю, я на блюдечко специально положила, тут у меня когда-то что-то, вот я его тоже делала из медной проволоки, из тонкой, ну как-то не рассчитала, думала, что она такая вот ажурная, цветы, значит, ажурная, и вот это тоже будет долго жить, но оно уже просто отлежание, может там что когда доставало вообще, у меня же есть друзья с шаловливыми ручками, ну некоторые, конечно, уже не друзья, но суть такая, что любят люди полазать, там где не просят, и что-то случайно сломать, не скажут об этом, а ты потом узнаёшь, спустя лет 10, в общем, это у меня на блюдечке, блюдечке, кстати, я их покупала, когда каталась на теплоходе, своей путёвкой, по Волге был тур, тут кажется, в Макаревском я покупала, блюдечки, там ещё чашки были, ну и у меня тут, акация наговорила на 17 минут, даже не заметила как, вот третья часть, да, вообще, это была изначально такая полноценная фенька, но потом я что-то решила, что её можно сделать, как или подвеска, или чем-то таким, и вот тут, тут видно немножко стекляруса, это, видимо, всё-таки вот как подвеска, я не знаю, что я тогда хотела сделать, но вот оно сейчас так есть, вот в таком виде, да, кстати, вспомнила, что у меня где-то есть петушок из бессера, но, видимо, он остался на той полочке, надо его как-то смотреть, внимательнее было, ну, если кто смотрел, или кому интересно, я просто вставлю ссылку на полочку, видео на полочку этого, обзор этой полочки своей, где всякая фигня, ну, и там увидите его, думаю, так, это вот тоже я делала, вообще, это была полноценная фенька, но она у меня, как-то слегка долбанулась, и, в общем, я, потом её просто, что-то распустилось, а что-то нет, и вот у нас в таком всё состоянии, вот это у меня было, где-то я знаю, что есть жемчужная ожерелька, наверное, но всё-таки в этом, в ювелирных украшениях, потому что было жемчужное, и вот такое, это я делала маме и себе, и их я таскала, и она и я, но вот это немножко порвалось, и вот, в принципе, в общем, его можно или доделать, как-нибудь, руки, надеюсь, дойдут, поэтому, оно сейчас у меня из-за того, что порвалось, оно у меня вот на блюдечке находится, ещё где-то было украшение, в виде звезды такой, вот по типу, как вот это, я не знаю, или я подарила, или оно у меня украшение, ювелирки, да, вот этот второй кусочек, от этой браслетика, тут у меня ещё какие-то животные, тут я делала, у меня был какой-то, насколько помню, человечек, из бисера, был к нему стулчик, потом, тоже, это, по-моему, карца крыса, крыса, и вот, я просто до конца не буду вынимать, я думаю, будет видно, это, вот оно, я помню, что оно, карца есть, ну, точнее, я даже не помню, если оно лежит в этом пакете, значит, оно действительно где-то, чуть-чуть порвалось, и я его решил доделать, сейчас я попробую поближе, поднести к камере, такое украшение было, я его пытаюсь достать, да, там вот немножко оборвалось, и я его доделывала, ну, в общем, до следующего вдохновения, я же сейчас тоже иногда рисую, может быть, когда-нибудь доделаю и вот это, я сейчас, пожалуй, уберу, просто при вас, и у меня останется один сундучок, в котором, был, в принципе, раньше он был исключительно под всяких животных, там из бисера, но, сейчас уже животных, конечно, меньше, потому что сестер, которые, может, уже и подросли, у меня довольно много, неродных, родственничков, ну, и как-то было принято, что-то, вот, тебе приехала, сестра, ты там ее видишь, раз 10 лет, или вообще в первый раз в жизни, ей принято как-то было подарить что-то, в общем, такой сундучок, в конце я его покупала сама, ну, на какие-нибудь там детские, сэкономленные карманные деньги, да, вот это вот, похоже на то, что я уже показывала, но здесь оно что-то оборвалось, там, кажется, замочек оборвался, его можно делать, в принципе, доделать, и как ожерелье сделать, или, типа, бусики, или на руку, вообще, я действительно забыла, что я бисером занималась, у меня такая хрень есть, вот тут всякая мелкая дребуха, я сейчас просто подостаю слегка, то есть остатков бисера какая-то крыса, вот я думаю, ее Жу, наверное, надо подарить, он любит крыс, питерский у меня приятель такой есть, Миша, такс, вот у меня тут как раз человечек, видимо, это или что-то женского пола, или что-то с дредами, что-то этот, Бонфанкинс исполнится, финский, но тут бабочка, кстати, я хоть и боялась бабочек, но у меня было очень много заколочек бабочек, а еще я прилавила из бисера бабочек, вот это, по-моему, последняя, единственная бабочка, самая первая, единственная, которая сейчас сохранилась бабочек, она, кстати, типа брошки, на булавочке, если вы заметили, еще одна, типа гусеница, это, это, наверное, тоже какой-нибудь человечек, да, кукла вуду, блин, вообще, я помню, когда родители, родители и бабушка с дедом садились смотреть это поле дураков, я всегда садилась за маленький стульчик, на котором сейчас сижу, и маленький столик, и плела из бисера, там, или феньки, или что-то еще, это какой-то, не знаю, клоп, наверное, на четырех ногах, я тут ехала в маршрутке, увидела клопа, засняла, отправила в инстаграм, тоже какое-то животное, видимо, это был какой-нибудь заяц, только уши у него, без ушей, в общем, отрезали ему, это маленькая такая брошка, из бусинок, типа, под жемчуг, даже не помню, не знала, что она мне еще зла, вообще, забыла про нее, так, это листик, видимо, к какому-то цветочку, я его хотела приделать, но так и не дошел, так, это тоже еще какое-то животное, не знаю, что это, а, вот этот, так, это что у нас такое, это типа, видать, маленькая бабочка, я бабочка, я бабочка, надеюсь, что и потолек, это у нас сосед бегал, огромный, по цветочкам, и вопил, по пьяни, когда-то, так, и что-то вот такое, зеленое, видимо, это какой-то, тоже лесной житель, с хвостиком, режешь, шо ли, хрен его знает, ну, и там уже просто бусинки остались, какая-то бумажечка, в общем, вот такой вот у меня, коллекция, не коллекция, бисера, если вам было интересно, это видео, выяснили его до конца, оно больше 20 минут, я подозреваю, то я буду очень рада, я не зря старалась, я не зря думала, двое суток, соображала, как собрать, правильно поставить этот свой штативчик, ну, и, соответственно, тратила время, в общем, если вам было интересно это видео, я помню, как минимум, один запрос, как минимум, точнее, одного человека запрос я выполнила, то я очень рада, ну, и ставьте камент, лайки, дизлайки можете, куда же без них, пишите каменты, по возможности, лучше положительно, и постарайтесь свои отношения в комментариях, решать все-таки где-нибудь в личке, в социальных сетях, а то у меня там бегают некоторые такие, в каментах, решают свои проблемы, конечно, не против, потому что это открытая площадка, и комментарии разрешены, но все же, лучше, наверное, смотреть видео, читать нормальные комментарии, а не то, как кто-то с кем-то, мамочки в декрете, что-то разбирают, ну, и подписывайтесь на мой канал, если вам интересно то, чем я занимаюсь, и до новых встреч, пока!